Встреча с администрацией района Помочь жителям и наладить контакт между ними и застройщиком Пообещал заместитель главы администрации муниципалитета Александр Усков Мы предлагаем до 10 числа инициативная группа из лица представителей советов домов Вместе с главным инженером управляющей компании, представителем застройщика Проходят каждый дом, составляют дефектные ведомости по каждому дому Передают застройщику и застройщик в срок до 1 мая делает свои ответы С предложением графика устранения этих дефектов Копию такой ведомости Александр Евгеньевич предложил направить и в администрацию Он также посоветовал застройщику активнее взаимодействовать с жителями И уведомлять их о проводимых работах и устранении недостатков Как с помощью сайта управляющей компании, так и на информационных стендах Присутствующие обсудили судьбу фонтана, который сейчас никак юридически не оформлен И ситуацию с третьим и четвертым корпусами Они до сих пор не состоят на кадастровом учете Сейчас идет спор по земле с фермерским хозяйством Третья и четвертая корпуса не могут получить собственность Не могут прописать своих детей, сами прописаться Ни в детские сады, ни в поликлиники, ни в школы Мы тоже обозначили этот блок вопроса Не могут голосовать Застройщик уверил, что уже 20 раз подавал документы Но каждый раз получал отказ Росреестр регулярно раз за разом отказывает в постановке на кадастровый учет В силу нахождения каждый раз новых ошибок в документах БТИ Представители администрации района пообещали разобраться в сложившейся ситуации И обратиться непосредственно в Росреестр за разъяснениями На встрече также присутствовали жители ветхих домов, расположенных рядом с ЖК усадьбы Суханова Им было обещано переселение в новые дома Но счастливыми новоселами станут не все О том, что району было передано всего шесть квартир Ранее сообщил на встрече с жителями Булатниковская Заместитель главы муниципалитета Альберт Гравин Но шести квартир явно недостаточно, чтобы полностью расселить аварийные дома На собрании было принято решение в ближайшее время создать рабочую группу для решения этого вопроса Также собравшиеся обсудили проект участка дороги Солнцево-Бутово-Видное Который пройдет рядом с новостройками Суханова И поговорили о мерах, которые позволят улучшить транспортное сообщение с Видным и Москвой Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ